на есть контакт ух ты не себе это не городок это аэродром украинские дроны успешно атаковали военный аэродром мариновка под волгоградом местные жители зафиксировали целую серию прилетов после чего начался сильный пожар и детонация на аэродроме находились бомбардировщики су-24 м носители ракет которыми обстреливали украину нам объявили собрать документы возможно будет эвакуация взрываются снаряды которые в самолеты загружаются как они лежат там хаотично порядке непонятно короче могут лететь куда угодно вот туда не людей никого не подпускает потушить бесполезно для нанесения этого удара украинским беспилотникам пришлось преодолеть около 700 километров видимо все системы пво сейчас охраняют рублевку это факт короче бахает там прям серьезно но опять но это ну это прям жестко короче прям жестко бах это уже короче по ходу снаряды взрываются да да это вот это подниму я прям еду я короче а я главное на мост заехал понял да вот на этот горбатый короче как вот на этот на мариновку поворачивать и прям на этом мосту я как раз еду и прям взрыв такой баба я думаю что ближайшие два-три месяца это полностью все завершится и причем завершится не только на курском направлении а полностью все и снова почему так случилось то украинцы наступают на курскую область украинцы захватывать узкую область почему этого не случалось раньше вы понимаете что вы два с половиной года назад на память мы наша страна напала на войну и страна теперь отвечает как провокация вы воюете вы что думали что воевать с вами будут только на территории украины в которой вы вторглись значит смешно начав то что называется у нас официально специально военную операцию да мы тем самым резко повысили риски того что вот это вот что нельзя называть придет сюда и она пришла сюда вот такая беда случилась да мы так не договаривались несомненный чисто военные успехи украинской стороны оперативного характера но гораздо более масштабно ее стратегическое психологическое воздействие на умы лиц принимающих решения как в вашингтоне так и в москве этого представитель госдепартамента сша мэтью миллер заявил что атака в курской области это суверенное дело украины и решение относительно таких действий остаются за киевом смелая блестящая прекрасная так назвал украинскую трансграничную операцию сенатор республиканец сша линдси грэм во время визита в киев понедельник межпартийной делегации сената сенатор демократ сша ричард блю менталь назвал ее исторической и сейсмическим прорывом бабки не ходи сенаторы не ограничились своими восторженными поздравлениями в своем заключительном комьюнике они к моему громадному удовольствию изложили my theory for delivering victory to ukraine представленную вашим покорным слугой в серии статей на киев пост и каспаров ru выслушав президента зеленского мы настоятельно призываем администрацию байдена снять ограничения на оружие поставляемое соединенными штатами чтобы они могли более эффективно наносить удары по российским захватчикам кроме того президент зеленский сказал нам обоим что он будет стремиться пополнить свои ввс создав программу по привлечению отставных летчиков истребителей нато f-16 мы поддерживаем эти усилия украина уже выставляет подразделение борцов за свободу на земле и эти добровольческие силы должны быть воспроизведены в воздухе и ставку и ставки и ставки и ставки и ставки и ставки и а это еще президент макрон не вышел еще из своего олимпийского перемирия мы готовы использовать все средства для достижения нашей цели которая заключается в том чтобы россия не победила что касается путинского лагеря то наибольшую угрозу диктатору представляют сегодня непоследовательные противники войны их лидеры и активисты убиты изгнаны или брошены в тюрьмы а взращенная войной патриотическое z-быдло требующие продолжение кровавого балета я надеюсь все свое пройдет как задумано лидером мы славяне мы единая группа народностей пока украина это не все осознают но я надеюсь осознает скоро все это будет хорошо в этой среде уже несколько месяцев зреет страшное подозрение царь ненастоящий курская конфузия грозит обратить это подозрение в определенность военный преступник по решению гаагского суда и герой русской весны по версии z-патриотов игорь стрелков гиркин дал новый прогноз по войне в украине он считает что следующие удары в су будут по крымскому направлению жена гиркина публикует фрагмент его письма который он написал из тюрьмы в отношении ситуации на фронте внимательно слежу считая удар украф в курской области отвлекающим следует ожидать второго главного в котором они основные задействуют свои остальные резервы авиацию в 16 простите так действительно в тексте не очень понятно и путано вероятнее всего в крымском направлении сам недофюрер прекрасно понимает что ту мировую войну которую он объявил западу 24 февраля 2022 года собирайте манатки и убирайтесь вон из мировой истории он безнадежно проиграл еще в гастомельской битве властелина мира из него не получилось и он отчаянно пытается решить другую в прямом смысле экзистенциальную для него проблему остаться у власти и следовательно живым в проигравший войну стране для этого он уже несколько месяцев назад начал пачками арестовывать генералов назначенных им виновниками поражения несчастного герасимова который из какого-то подвала клятвенно обещал ему изгнать украинских оккупантов концу рабочего дня мы с вами видели в последний раз таким и запомним его с вечно плаксивым обиженным лицом действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками и подразделениями усиления ударами авиации ракетных войск и огнем артиллерии продвижение противника вглубь территории на курском направлении остановлено курская катастрофа заставляет меня внести коррекцию в план победы украины первоначальная версия поддержанная 12 августа в киеве делегацией конгресса сша предусматривала получение украиной 150 200 современных западных самолетов и дистанционное уничтожение крымской группировки противника его практическая реализация потребует двух трех месяцев представляется что последние события значительно понизили порог выживаемости режима операция нашествия будет самой крупной в истории с применением супер технологий у украины уже есть как минимум 10 истребителей f16 оснащенных ракетами storm shadow или скальп есть атакам с дальностью до 300 километров полагаю этого добра хватит для полного уничтожения к чертям собачьим керченского моста решение весьма банальная но эффективная срок подготовки операции две три недели можно еще уложиться в традиционно драматический для российских режимов август уничтожение символа расистской экспансии срезонировав в массовом сознании с курским позором второй армии мира с военной точки зрения это уже но однозначно успех противника россия сейчас ничего с этим не может поделать просто взорвет горючую смесь не до фюрера не до армии не до патриотов вооруженная до зубов зет быдло вместе с уголовниками ринется из окопов курска и донбасса по адресу указанному в его последних памфлетах убиенным пригожиным в рублевские усадьбы жирующих олигархов и генералов бросивших их в безмозглую братоубийственную войну этот крах российского социума уже начался и остановить его будет невозможно государства нет вы что не понимаете нет государства вообще пасти его уже невозможно и не очень-то и нужно украина ценой огромных человеческих жертв предотвратила выброс расистской магмы в благополучную европу лица и институты претендующие сегодня на роль лидеров свободного мира могут и должны в кратчайшие сроки помочь украине очистить свою суверенную территорию от токсичных продуктов распада российской государственности мы должны исходить из того что мы можем проиграть можем если дальше будут такие ляпы мы можем проиграть поражение на поле боя ну теперь видим осознание приходит что это не просто сделать если вообще возможно но не мы это сделали мы предлагали пойти другим путем а нас отодвинули а